Можно ли бегать без гаджетов? Каким набором гаджетов нужно обзавестись начинающему бегуну? И когда искусственный интеллект заменит тренера? Добрый день, друзья! Вас приветствует беговой клуб Эра и его основатель, он же тренер, он же доктор, Александр Луконин. И мы продолжаем развенчивать мифы о беге. В одном из подкастов я услышала от кардиолога, который дает советы бегунам-любителям, что бегать без гаджетов, особенно начинающему бегуну, ни в коем случае нельзя. И предполагается такой порядок событий. Когда человек решил с нуля начать бегать, он должен определить свои пульсовые зоны. Для этого, видимо, он должен сделать кардиореспираторный тест, купить себе обязательно часы с нагрудным датчиком, анализировать каждую пробежку, смотреть, не выпал ли он из своей зеленой зоны, так ли это, Александр? Если обратиться к не очень давней истории, или обратиться к очень давней истории, более-менее понятно, что люди бегают, это естественный способ передвижения для человека, вот бегом, да? И люди бегают, а гаджеты в нашей жизни появились не так давно. Я помню, когда я начинал бегать 20 с чем-то лет назад, и было какое-то беговое сообщество, в лучшем случае человек бегал с часами, которые позволяли делать отсечки времени, и не больше того. Да, пульсовые датчики уже существовали, но я не могу сказать, чтобы увлечение ношением этих самых датчиков пульсовых и подсчет пульса, уж во всяком случае во время легких пробежек, было поголовным. Такого я не помню, и человечество прекрасно бегало до всего этого, и как-то обходилось. Поэтому, да, действительно, часы, пульсовые датчики, тесты, которые позволяют понять физиологическое состояние на разных уровнях нагрузки, это великое благо. Но всякое великое благо имеет свои пределы полезности и имеет смысл вообще использовать. Потому что те же самые легкие пробежки, с которых обычно люди начинают свою жизнь в беговых тренировках, прекрасно выполняются и без пульсового датчика, и даже, я вам скажу, без часов. Вышел, побежал, и побежал в том темпе, который комфортен, который воспринимается как что-то совсем легкое. Когда можно говорить на ходу, когда можно общаться на ходу. Я недавно, вот совсем недавно прочитал, один из способов определения своего легкого темпа. Там говорится, попробуйте каждые, скажем, две минуты вслух проговаривать слова национального гимна. Ну, что-то, что человек знает наизусть, хорошо помнит, ну, предполагается, да, что человек знает слова своего национального гимна. Ты знаешь слова национального гимна? Израиля? Ну, это можно будет потом вырезать, а можно и оставить. Слова национального гимна. Если вы можете их проговорить и, может быть, даже пропеть, все равно никто не слышит. Это как в душе, знаете, петь. И у вас это не вызывает затруднения и нету заметных пауз на то, чтобы вдохнуть-выдохнуть, значит, все нормально, этот темп для вас подходит. Если вы можете говорить, если вы можете рассказывать истории, если вы можете перебрасываться с кем-то репликами, анекдоты травить, так все это прекрасно делается без пульсового датчика. И разговорный тест – это прекрасная альтернатива пульсовому датчику. Потому что способность говорить на ходу однозначно подтверждает, что это легкая нагрузка. Ритм дыхания, частота и глубина дыхательных движений довольно точно растут с увеличением интенсивности нагрузки. И напряженность ритма дыхания однозначно возрастает, когда нагрузка делается больше. Поэтому можно обойтись без датчиков. Можно ориентироваться на свое дыхание, на возможность говорить, на совокупность ощущений. Когда бежишь быстро, когда работаешь тяжело, появляется фотоотделение. Если бежишь с кем-то, видно, что кожа порозовела. Большинство людей немножко краснеют, розовеют. Вот, если разноцветные пятна пошли, если появилась бледность носогубного треугольника, значит, явный перебор. Но да, стало тепло, да, появилось фотоотделение, дыхание стало поглубже наговорить можно. Но вот эта легкая нагрузка, которая соответствует тому, что предполагается у начинающих бегунов в начале их беговых тренировок. Так что, да, гаджеты полезны, но это не значит, что это must-have. Я бы сказал, must-have. Наш подкаст, я для себя говорю, он обращен к условному жителю гусь хрустального. То есть ко мне 14 лет назад. Вот что бы я хотела знать в 2010 году, когда я начинала бегать в гусь хрустальном? Я в тот момент даже не знала, что есть такие часы, которые соединяются с каким-то нагрудным пульсометром. Что такие нагрудные пульсометры есть я тоже не знала. Ближайший этот кардиореспираторный тест у нас, я думаю, в лучшем случае во Владимире, а может быть в 2010 году и во Владимире не было такой возможности. И то есть я себе просто с ужасом представляю, если мне кто-нибудь в 2010 году сказал, что нужно прежде, чем просто пойти легонечко побегать, вот это все сделать, обзавестись этими всеми гаджетами, которые у меня появились спустя, ну не знаю, ну 4 года. Я купила себе первые часы Garmin 4Runner 10. Я бы очень сильно удивилась и скорее всего бегать бы не пошла. Но тем не менее, Александр, есть ли какой-то минимальный набор гаджетов и минимальный набор показателей, которые начинающему бегуну стоит отслеживать и для этого на что-то все-таки смотреть? Во-первых, мы предполагаем, что человек, который решил начать беговые тренировки, он более-менее здоров. У него нет хронических болезней, о которых он не знает, или может быть они есть, но тогда он о них знает. Так вот, если речь идет о здоровом человеке, значит ему никакие особые средства врачебно-спортивного контроля не нужны. А что ему нужно? Ему нужно представлять себе время, которое он провел под нагрузкой, ну стало быть часы, которые позволяют засечь это самое время. Может быть сейчас время такое, что эти часы заодно регистрируют частоту сердечных сокращений, потому что огромное количество часов выпускают с оптическим датчиком, который по колебаниям отраженного света от кожи запястья ловит пульсовые волны, разницу кровонаполнения кожи, и считает таким образом частоту сердечных сокращений. Ну потому что частота пульсовых волн в коже, она соответствует частоте сердечных сокращений. Так вот, часы, которые может быть ловят пульс, а может быть этого и не делают, ну и пожалуй, что все. Нагрудный датчик, я бы сказал, что относится к категории nice to have, то есть хорошо, если он у вас есть, но если нет, то тоже ничего страшного. Ну и, наверное, все. А дальше надо встать, одеться, обуться, выйти и побежать, и провести в этой пробежке столько времени, сколько вам хочется, пока это комфортно, в комфортном темпе, в разговорном. Ну вот, засечь время. Вчера бегал полчаса, сегодня бегал 35 минут, за следующую неделю вот такими неспешными пробежками набрал, не знаю, 2,5 часа, выполнил норматив физической нагрузки для здорового человека. Это обеспечивает увеличение долголетия. Хороший прогноз для вашей жизни. На самом деле, я, опять же, вернусь в свое состояние бегуна Гусь-Русталин в 2010 году. И скажу, что и часы тоже, это нечто nice to have, потому что фактически, как правильно сказал Александр, начинающему бегуну стоит контролировать ровно два показателя. Ну три. Время, скорость и расстояние. И для этого достаточно телефона, потому что в телефонах есть просто миллион программ, которые регистрируют эти показатели. Время, скорость и расстояние у нас. В каждом телефоне есть GPS-датчик. И если вы не живете в хайфиге, GPS-а нет уже с 7 октября совсем. GPS есть, но он показывает, что мы находимся в аэропорту города Бейрута. Да. Именно Рафика Харири. Тут хочется оговориться, что и на наших пробежках, и где угодно бегая, регулярно встречаешь людей, которые бегут, уткнувшись в свои часы. Или которые лучше того бегут, уткнувшись в свой телефон. Чего они там смотрят, я не знаю. То ли пульс мерят, то ли скорость засекают, то ли расстояние. На мой взгляд, это нехорошая затея, потому что бежать надо. Глядя вперед, и радоваться надо тому, что происходит вокруг, а не зацикливаться тому, что вам сейчас показывают часы или телефон. Это можно будет посмотреть потом, в тренировках кончится, придешь домой, синхронизируешь часы, зальешь в облако данные из телефона, станет понятно, чего и как. На ходу редко бывает, что нужен какой-то вот прям контроль-контроль. Бежать надо, глядя вперед. Часы на руке нужны для того, чтобы посмотреть на время, когда оно кончится. Ну, на самом деле, я помню, что еще был один показатель, который я использовала, начиная с 2012 года. Даже не то, что показатель, а я в телефоне включала метроном. То есть, я уже, кажется, много раз рассказывала эту историю, что первые два года я бегала на пятку, и только в 2012 году я что-то прочитала про технику бега, узнала, что нужно бегать на средней части стопы. Есть такой идеальный каденс, 180 шагов в минуту, и я помню очень хорошо, как я входила в лес в гусь-хрустальном, и на опушке включала программу эндомонда, и включала метроном, который был настроен на 90 ударов в минуту, то есть 90 ударов на каждую ногу, потому что 80 слишком часто. И вот в таком наборе этих двух программ прекрасно себе бегала, и, в общем, была очень довольна. А давайте тогда в другую крайность, если бегать вообще совсем без гаджетов. Плохо это, хорошо это. Ничего плохого в этом нет. Бегается и хорошо. На часы можно посмотреть, выходя из дома, и на часы можно посмотреть, придя домой, и сказать, ага, окей, 37 минут у меня вот эта пробежка заняла, или 45 минут. Окей. И если вы видите, что время одной и той же пробежки немножко сокращается, значит, у вас происходит некоторый прогресс. Ну, понятно, что если эти пробежки происходят более-менее в том же ощущении интенсивности нагрузки, та же частота глубина дыхания, то же ощущение напряженности в мышцах, вот все то же самое, а время сокращается. Значит, есть прогресс. Либо добавить какую-то петелечку, либо найти что-то, что еще можно сделать, потому что нет смысла сильно сокращать время, если хочется прогрессировать. Да? Время под нагрузкой должно оставаться тем же, и может быть немножко прирастать. Интенсивность нагрузки будет меняться по ходу тренировочного процесса. Поэтому, да, действительно, нет ничего страшного в том, чтобы выйти из дома, что называется, в одежде и обуви, и больше без ничего. И контролировать интенсивность нагрузки по совокупности своих ощущений. Ну, как говорит Екатерина Михайловна Шумман, телефон стал неотъемлемой частью тела современного человека. Поэтому я плохо себе представляю современного человека, который куда-то вышел без телефона. Да, действительно, телефон сделался обязательным элементом нашей жизни. Оказаться где-то без него для многих смерти подобно. Единственное, что я хочу сказать, если вы бегаете с телефоном, и может быть есть смысл бегать с телефоном, потому что это, помимо всего прочего, средство, обеспечивающее вашу безопасность, вы можете позвонить. Если вдруг, не дай бог, что-то случилось, у вас есть всегда с собой средство связи. Так вот, если вы бегаете с телефоном, или когда вы бегаете с телефоном, подумайте о том, где он у вас будет жить на бегу, потому что телефон в руке – это не самая хорошая затея. Либо беговая одежда с кармашком, которая позволяет положить телефон в этот кармашек спереди или сзади, где он будет хорошо прилегать к телу и не будет болтаться. Вот такой, например, кармашек. Ну, так, вот такой, например, кармашек. Или чехольчик для телефона, который надевается на плечо, еще раз скажу, на мой взгляд, телефон в руке – это нехорошо. Даже при том, что он весит меньше 150 граммов, это небольшое нарушение баланса сегментов конечностей, во-первых. И это положение кисти, которое не самое комфортное. Комфортное положение кисти – вот, как говорят старые тренеры, держишь воробушку, не сжимаешь пальцы, чтобы не задушить воробушку, не раскрываешь кисть, чтобы воробушек не улетел. Держи воробушку. Телефон где-то на теле. Ну, мы поняли, что если человек только начинает бегать, бегает для удовольствия, для пользы здоровья, то гаджеты ему не так уж и нужны. А если человек хочет прогрессировать в беге, то есть выступать на каких-то соревнованиях, на любительских, и улучшать свои результаты, в этом случае может он без гаджетов обойтись. И все-таки уже надо что-то подключать. Чем больше спортивной амбиции, тем раньше придется обзавестись какими-то устройствами, которые позволяют засекать время, измерять расстояние и считать свой прогресс. Ну, потому что невозможно управлять тем, что ты не можешь измерить. Если вы хотите прогрессировать, вам нужно мерить расстояние, мерить время, определять скорость, суммировать время под нагрузкой в течение недели-месяца. Наверное, уже тогда придется считать пульс, потому что нагрузки будут легкими и тяжелыми, и их надо будет учитывать раздельно, и надо будет делать какие-то более сложные тренировки, которые надо делить на части, и отдельно учитывать время, расстояние, скорость, пульс на каких-то отрезках этой тренировки, на интервалах. И да, действительно, тогда появляется необходимость в каких-то устройствах. Ну, это так было всегда, и это остается так же. Как только у вас появляются спортивные цели, вероятность, что придется потратиться еще и на часы и на пульсовой датчик, сильно возрастает. Можно обойтись без них? В конце концов, тоже можно, но с ними делается гораздо лучше. И вот для людей, которые же плотно в часах, Гармин придумал такую игрушку, как Гармин-виртуальный тренер. Ну, на самом деле, Гармин не считает его игрушкой, а считает его очень продвинутым способом тренироваться. Когда Гармин анализирует некий набор данных про конкретного бегуна, и тут же не скажет какое-то приложение какого-то абстрактного плана к абстрактному бегуну, а Гармин проанализировал конкретно ваши пробежки, ваши показатели и говорит, ага, что-то вы давно не бегали быстро, давайте бегите отрезки сегодня 8 по 200. Вот верить на таком вообще, как относится Гармин-виртуальный тренер? Такая штука есть, она как-то спрограммирована, мы не знаем, какая логика туда заложена, и действительно вся объективная сторона тренировочного процесса у этого виртуального тренера есть. Он это все знает. Он знает расстояние, он знает скорость, он знает частоту сердечных сокращений, предполагая, что датчик не врал, опять-таки предполагая, что GPS показывает правду, и чего этот виртуальный тренер не знает, он не знает всего остального. Он не знает, хорошо ли вы спали, если вы не поставили соответствующую отметку. Сейчас Гармин спрашивает про качество сна, если вы спите в часах, он еще и время сна посчитает и скажет, сколько раз вы там ворочались. Он не знает, сколько времени вы провели на работе и насколько у вас там большая нагрузка, в том числе, насколько велико душевное напряжение. Он не знает, какие у вас сейчас отношения с тещей. Он не знает, сколько двоек принесли ваши дети или наоборот пятерок. И вообще, какое у вас сейчас настроение, насколько вас достала эта жара. Вот всего этого он не знает. Скорректировать субъективную сторону Гармин не сможет. Поэтому, да, действительно, я видел людей, которые благополучно тренировались с этим виртуальным тренером, пока не уперлись в то, что задания, которые дает виртуальный тренер, немножечко расходятся с реальностью. Потому что он видит не совсем ту картинку, которую человек ощущает. А объяснить что-то этому виртуальному тренеру, дать ему обратную связь, инструмента-то нету, сказать ему, слушай, я себя сегодня не очень хорошо чувствую. Вот мне эта работа никуда не лезет. Нельзя так сделать. Поэтому я по-прежнему считаю, что лучше живого человека пока не придумано. Давайте экстраполируем дальше от направления мысли. И от Гармин виртуальный тренер перейдем вообще к искусственному интеллекту. Вот есть чат GPT, с которым вполне можно общаться. И написать ему с утра. Я вот себя очень плохо чувствую, сколько мне сегодня побежать. Вот когда этот искусственный интеллект в виде чата GPT или какого-нибудь другого чата заменит живого тренера? Может быть, когда-нибудь заменит. Хотя попытки заменить тренера искусственным интеллектом уже были, и пока они не очень хорошо работают. Те примеры планов тренировок, которые выдают разные варианты искусственного интеллекта, страдают некоторыми очевидными недостатками. Ну вот это обсуждалось в тренерском сообществе, это обсуждалось в беговом сообществе. Есть недостатки в этих планах, и они прямо бросаются в глаза. Пока чат GPT не всегда правильно рисует количество пальцев на руках, и не всегда правильно распределяет нагрузку в беговых тренировках. Так вот, это с одной стороны. С другой стороны, одна из проблем искусственного интеллекта заключается в том, что он не очень хорошо чувствует, что называется, человека. У него пока эмоциональный интеллект на уровне плинтуса. В смысле отношений, в смысле ощущения человека он пока не очень умеет. Поэтому в обозримом будущем я не вижу риска. Для своей профессии со стороны искусственного интеллекта. Спасибо, Александр. И если нашим слушателям было интересно то, о чем мы рассказали сегодня, а именно о том, какие гаджеты нужны бегуну, и когда искусственный интеллект заменит живого тренера, то, пожалуйста, ставьте лайки нашему сегодняшнему выпуску и подписывайтесь на наш YouTube-канал Эра Подчеркивание РАН. А если вы хотите тренироваться с живым тренером Александром Луконином, то ссылку на эту возможность я оставлю в описании. И задавайте, пожалуйста, вопросы Александру Луконину. Он отвечает на них каждое воскресенье в подкасте «Куда твой тренер-доктор». Всем большое спасибо. Всем пока. Пока.